Всем привет! Я Кулич и с вами снова Телега! Обзоры старых наборов Лего, вышедших в 90-х годах. И сегодня я припас для вас просто что-то сногсшибательное, потому что мы будем собирать робота-стража из космической серии Лего под названием Spireus. Культовый набор! Набор имеет порядковый номер 6949 и вышел он аж в 1994 году, 20 лет назад, друзья. Инструкция, надо сказать, довольно толстая, поэтому приготовьтесь к длительной, но при этом весьма интересной сборке. Ну что ж, приступим! Начнем по традиции с фигурок. Две из них это космонавты Spireus, отличаются они только узором на шлемах и лицами, но я не нашел второе лицо, поэтому они у меня братья-близнецы. И третья, это суперская фигурка, это робот-шпион Spireus. У него черное лицо и вот такой вот прозрачный шлем. Начнем мы с самого маленького элемента набора. Это вот такой крошечный космический корабль, этакий космический скутер. Назовем его так. Вообще, стоит он из очень простых деталей, никаких затруднений при сборке не вызвал. Детали все довольно универсальные, редких практически нет. Ну, кроме вот парочки, которые я сейчас покажу. Например, вот это вот кресло. Именно такого кресла я мало встречал в других наборах. По бокам у нашего скутера расположены две вот такие вот ракеты, достаточно оригинально выглядят. И вот этот красный элемент, ну, такое сопло, что ли, я не знаю, как это назвать. Он еще должен быть на спинке кресла, но, к сожалению, деталь потерялась, поэтому не будет его там. И обратите внимание вот на эту деталь. Этот узор постоянно встречается в различных наборах Spireus. В этом он нам еще не раз встретится. Постоянно играет он разную роль. В данном случае это приборная панель маленького нашего космического корабля. Ну что ж, начнем, наконец, собирать фундаментальное, собственно, самого робота. Надо сказать, что в детстве у меня было не очень много больших наборов Лего, и, пожалуй, робот-страж Spireus был самым большим. И, конечно, играл я с ним очень много, очень часто, потому что пространство для фантазии и для детского творчества этот набор оставляет массу. Но почему он так крут и что умеет, я об этом расскажу чуть позже. А давайте пока поговорим о деталях. Мне безумно нравится подбор деталей в наборах этой космической серии. Во-первых, они очень круто выглядят визуально. Основная цветовая гамма всех наборов Spireus – это красный, черный и темно-серый. Кстати, вот этот именно темно-серый цвет, он очень характерен для наборов Лего 90-х годов. Вот вы видите, здесь в наборе нам встречаются две уникальные такие детальки. Плоские панельки со стрелочками. Вот такие вот. Так вот, помимо крутой визуальной составляющей, конкретно в этом наборе соблюден идеальный баланс между действительно редкими деталями и универсальными деталями, с помощью которых вы потом можете фантазировать себе и придумать все, что душе угодно. Космические станции, какие-то новые летательные аппараты. Многие детали повторяются по 10 и более раз, и для любителей фриплеев, то есть для любителей самоделок, такой набор был, конечно, кладезем. Ну что ж, продолжаем мы собирать тушку нашего человекоподобного робота. Вот видите, встречается в наборе такой ящичек, опять же, с паттерном серии Spyrus. Постоянно здесь встречается этот узор. И в него опять кладутся вот эти детальки, которых я уже упоминал. Я не знаю, какую роль они здесь играют. То ли это какие-то микросхемы, то ли это валюта местная космическая, непонятно. И наверху ящичка крепится магнит. Я вообще обожал Лего-магниты, но столько можно с ними было интересно и весело придумать при игре. Вот, ну для чего конкретно магнит на этом ящичке, узнаем в конце. Вот эти раздвижные стрелочки как раз служат для того, чтобы закреплять ящичек в пазу. Позводим стены. Ну робот правда высокий, и когда мне казалось, что ну сколько можно слоев-то выкладывать, этажей, так если можно назвать, то они все повторялись и повторялись. Вот видите, такое вот космическое ружье, даже с оптическим прицелом, дается в этом наборе. Его можно вложить в руку любой фигурке, но в инструкции написано, что оно должно висеть вот здесь вот, на случай тревоги, наверное. Этаж за этажом, слой за слоем. Детальки в основном повторяются. Вот дается такая лестница, опять же, темно-серого цвета. Тоже достаточно уникальная. Фуф, ну вот завершили мы первый этаж, так если можно выразиться, первую секцию, первый блок. Но на этом далеко наши тревоги не заканчиваются. Продолжаем выкладывать. Вот эти вот угловые черные детальки, меня просто с ума свели их, действительно здесь штук 15, наверное, во всем наборе. И я пока в своей куче лего их нашел, прошло действительно очень много времени. Но меня поджидал, кстати, сюрприз. Смотрите, где, в каком неожиданном месте я нашел отвертку. А если кто смотрел второй обзор телега, где я собирал шаттл, все помнят, что этой отвертки среди наборов инструментов мне как раз там и не хватило. Ну вот, я ее так подковынул копьем из другого набора и вложил в ящик самолета. Смотрите, тот обзор, кто не видел. Вернемся к роботу. Опять возвышается наша башня. Вот видите, опять паттерн спайриуса. На центровой панели, можно сказать, грудь робота. Выполнены в форме наклейки. Не люблю я наклейки в лего, рисунки на деталях гораздо лучше и долговечнее. Но здесь это выглядит здорово, она переливается еще к тому же. Так, ну вроде похоже. Продолжим. Вот здесь для рук робота используется этакий механизм с шестернями. Ну почти как в лего техник. Ну такой маленький элемент лего техники, если можно это назвать. Конечно же это серия лего систем. Механизм служит для движения рук. Сделано это здесь просто здоровски. Опять же, в конце, когда я положу уже готового робота на стол, я все подробно покажу и расскажу. Как это что работает, для чего это все нужно было. Вот эти рычажки, еще один немаловажный элемент механизма рук. Они здесь служат этакими предохранителями. Ну скоро все понятно станет. Собственно о руках. Правая рука робота представляет собой руку магнит. Опять же магнит мой любимый. А вот левая рука, это рука пинцет или рука клешня. Я не знаю, как ее точно характеризовать. Вот так вот она выглядит. И на обеих руках, опять же, узорчик серии Spireus. Неизменный элемент всех наборов, а их у меня много, поэтому ждите других обзоров обязательно. Ну вот так вот работают руки. Я немножко вам про спойлерю. Ну да ладно. Этот элемент явно пришел к нам из набора лего поле чудес, если бы такой существовал. Это такой вращающийся барабан. И он служит для того, чтобы крепить на него голову. Собственно к голове мы и перейдем сейчас. Давайте собирать голову. Последний этап. Голову собирать не очень сложно. Детали в принципе там довольно простые. Но при этом оригинальные. Самыми оригинальными являются два вот таких вот кубика, представляющие собой... Справа, наверное, это радар. А слева это некая система жизнеобеспечения всего робота. Выполнен как я люблю. Рисунком на кубике. И человек, который управляет роботом, за этой приборной панелью и сидит. Красное вот такое прозрачное забрало из прозрачного пластика. Так, ну что, голова практически готова. А, нет, осталось вот эти вот антенны. Такого ядреного, зеленого цвета вставить. Салатово даже я бы сказал. Так, крепим голову на наш барабан вращающийся. Так, ну робот что, готов? А, нет, подождите, как же он ездить-то будет? Колеса, да. Колес у робота-стража аж целых 10. Видимо, для езды по пересеченной местности. Планеты Спайрус, ну или по дорогам России. Ну что, последний этап. И можно будет... Да, все. Все, можно нести робота на стол и рассматривать поподробнее. Но для начала, немного о том, что же такое, собственно, Спайрус. Как рассказывает нам каталог, Спайрус это одна из под тем Лего Космоса того времени. И выполняют они в этой серии роли таких плохих парней. Вообще, Спайрус это полузаброшенная, редко населенная планета, обитатели которой сплошь шпионы. Отсюда, собственно, и название Спайрус, как известно по-английски, спай, значит шпион. Злодеи и террористы, которые только и норовят, что выкрасть летательные аппараты, спутники и секретные данные, технологии у других более дружелюбных рас. Что интересно, узнать вот такую информацию о сюжетах Лего можно было в 90-х годах только из каталогов. Вот видите, в них печатались даже комиксы такие, наверное, и сейчас печатаются, не знаю. Либо из немногочисленных телевизионных реклам, которые просачивались на российское ТВ того времени. Ну что ж, давайте, наконец, оценим нашего Спайрус Майти Могу, как он называется официально по каталогу. Вот так он выглядит во всей красе. Вот так вот спереди. Сейчас покручу. И сзади. Ну, собственно, для чего же нужны вот эти вот эти отсеки? Нижний отсек с лесенкой, я, честно говоря, не знаю, для чего он нужен, но я его использовал как тюрьму. Мне почему-то казалось, что робот это какой-то злодей, которого нужно там держать постоянно. А для чего же нужен был этот отсек? А помните наш скутер, который мы собирали вначале? Так вот, этот отсек именно для этого скутера. Скутер приспокойненько помещается себе в спине нашего человека, подобного гиганта, чтобы в случае тревоги срочно вылететь. Ну, теперь перейдем к рукам. Вот этот вот механизм с шестеренками, который был при сборке, он служит для того, чтобы фиксировать руки вертикально в любом из положений. А магнит на ящичке служит для того, чтобы магнитная правая рука робота могла этот ящичек цеплять из любого положения и держать вот таким образом в руке. А по нажатию рычагов на спине руки резко опускаются. Применение рукам робота может найти массу. Вот, например, руку магнит я использую, чтобы сортировать скрепки. А левую руку пинцет можно, например, использовать в качестве приспособления для пыток вражеских шпионов. Но и это еще не последний секрет этого крутейшего набора. Вот я еще раз вам демонстрирую механизм опускания рук. Но при этом руки легко отсоединяются и прикрепляются к голове, образуя тем самым еще один отдельный космический корабль. Ну, не здорово ли? Что ж, подводя итог, можно сказать, что неспроста многие любители коллекционера Лего считают именно этот набор одним из самых знаковых наборов Лего 90-х. А на сегодня все. Я говорю вам спасибо большое за просмотр. Чтобы не пропустить новые обзоры Лего, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!